и изучим еще чуть-чуть программу скульпт из альфа шестая очень хорошая программа опять повторюсь и давайте рассмотрим как что тут делать чуть-чуть поэтапно нажимаем опции и нам нужно сейчас загрузить персонаж который мы будем лепить нажимаем ок все вот он у нас установился можно делать картинку есть видео устанавливать а где можно сюда установить профиль сюда фаз как вам удобно но работаем со сферой посередине потому что если мы будем водить ее нажав alt в бок здесь она вот вы видите как перспектива у нее появляется тоже вот вы видите как она действует но вот посередине она отлично все нормально не меняется в размерах поехали первым делом что нам нужно сделать нужно посмотреть симметрии если мы что-то начинаем лепить сначала делайте симметрию симметрия вот она если вы ее отключаете вот пропадает это разделительная полоса и вы будете лепить только вот на одной стороне control z возвращает если вы что-то не то сделали же включаем симметрию так теперь мы давайте создадим болванку именно подгоним наш вот этот вид модели как это делать проще можно работать с флаттеном вот он флаттен у нас он выравнивает и мы делаем побольше размер пера и вот это вот интенсивность меньше больше как вам понравится что мы тут видим нам нужно для начала бока вот так убрать можно вверх чуть приплюснуть и где-то вот тут уберем чуть-чуть вот такой вот вид придадим теперь поработаем можно опять же здесь тоже приплюснуть но не надо лучше вытянем потом теперь что нам нужно вот эта челюсть как ее намечать ставим драйв клей если включим он будет работать вот так вот тут ровно вот так вот делает если мы клей отключим он будет делать вот именно такие вот округлые формы работать с массой такой таким вот вариантом работать лично мне удобно клейм два варианта как вот сделать персонаж это вот вот так вот клейм если вы начинаете можно вот наводить и раз нажать вы видите что происходит и просто вот так вот добавлять массу можно зажать и просто вот так вот водить кому как удобно кому как понравится намечаем скулы тоже вот так вот можно все скулы намечены и вот эту вот часть давайте нанесем наносим все хаотично ну смысле не привязываемся к модели просто делаем как набросок делаем вот намечаем нос здесь у нас будет нос а вот так вот наметим козырек кепки и и давайте чуть чуть еще добавим кепку опять включим отключим клей и прибавим вот эту вот шкалу тоже можно вот так все нарабатывать накидывать так сказать вариантом больше накинете меньше без разницы вы потом все это можете опять же сравнять флаты нам если где-то что-то не так пока подогнать отключив клей и включив опять драйв вы можете набросать уши вот вот так вы их вытягиваете опять же не смотрите что что-то не козисто вот это у нас вот такая вот будет болванг что делает граб граб вытягивает вот так если вы допустим ставите лимит или вот это вот global включите то уже не будет его global должен быть постоянно отключен если вам другие не делать манипуляции и вот так вот мы придаем внешний вид накидываем челюсть можно побольше потом разберемся что к чему без разницы так все вот это мы сделали и теперь поработаем давайте вот без клей опять драйвом вот колесико приближает отдаляет накидываем на нос вот так вот и теперь что нам нужно сделать наметать ему губы вот так все это делаем и нижнюю губу просто намечаем когда вы делаете вытяжку вы увидите что здесь появляются у вас вот такие вот разрывы потом это нужно убрать с помощью смут вот этой она просто выглаживает и все сетка становится более менее нормальная там все вот это вы сделали придаем теперь форму убираем тут вытягиваем нос и добавляем отсюда объем на губы вот такое что то у вас получится так вот теперь нужно наметить шею шея в принципе вот она но вытягивать сразу нельзя нужно именно вот с отключенным клеем браш просто добавить чуть-чуть хотя бы массы вот можно не чуть-чуть можно побольше вот когда вы ее добавили потом тяните ее как хотите уже будет другой вид вот так вот здесь все приминается вы видите что очень все легко делается вот так все это выглядит и убираете чуть-чуть анатомически подгонять ее шею шея потонше челюсть чуть выпирает и так далее мягкие ткани на лице так что теперь можно сделать теперь вот нам нужно сделать нос опять же без клей вы видите что работают в принципе две кисти три от силы вывод намечаете нос вот так вот можно здесь чуть-чуть по на по анатомии чуть побольше получше сделать накидать как идет и вот так вот у вас получается вот теперь как его оформить есть такая кисть крис вот это она режет вот вы видите что режет нормально мягенько так все вот подрезаете можете поставить побольше интенсивности она уже будет прям конкретно резать это вот для некоторых деталей она как раз сразу углубляет эту часть отдаляет от это и делает хорошую воронку так чуть в бок отведу так теперь делаем вот такую штуку проводим теперь просто вот этой кистью намечаем как что у нас по рисунку идет опять же привязку сильно делать не надо вот так вот к точности это потом уже когда она более-менее обрисуется вы уже доработаете все будет нормально так здесь у нас вот так вот ну и в принципе чуть-чуть сделаем такую вот теперь давайте добавим подбородок вот так и добавим здесь вот эту вот часть нижнюю идет и вот эту складочку шейную потом все это обрежется уменьшится опять же на нее держать внимание не обращаем как вот быть с ушами все тоже самое делаем только ставим интенсивность побольше и просто вот так вот и проводим выделяем если вот так вот у нас уши будут еще как-то вы видите что ухо уже выделилась и также вот здесь отдаляем вот от этой части теперь что можно сделать с углублениями опять же ставим драйв и включаем вот эту вот галочку она теперь будет вдавливать вот так все очень просто все удобно все под рукой и вот так же теперь отключить не забудьте чуть-чуть мочку ухо можно вот так вот докинуть весь смысл в чем вот в лепке он состоит в наборе массы теперь когда вот это все у нас сделано все более-менее намечено теперь нужно сделать кепку сначала мы грубо опять же все грубо сначала накидываем делаем интенсивность делаем побольше козырек чтобы он у нас более-менее выделялся и намечаем вот эти еще части вот так вот так она будет выглядеть и с помощью криза вот так вот все это отдаляем кепку от той части где она вот именно должна быть что-то такое у нас получается неказистое и поработаем теперь давайте маскирование это кнопка control вот маска здесь не так так как брать она вот если мы не нанесли вы ее так нажав control и она вы видите тоже делает то же самое что и в зебраж но в принципе работа с ней здесь по-другому состоит вы потом это поймете когда начнете работать так залазить на вот эти части тоже не надо работают те же кнопки control альт как и в зебраж так все вот мы когда все это отметили теперь нужно вытянуть козырек вытягивать будем именно с этой частью вот на эту часть маску мы не будем наносить и нажимаем grab и вот так и потихоньку вы видите что вытягивание как происходит и постоянно смотрим так вот что то такое теперь давайте подгоним вот эту часть и скорректируем заднюю опять же просто все мы делаем на бросок доработка будет потом чтобы вот появилась вот эта вот грань между кепкой натягивайте вот эту кепку на маску и получится у вас вот такая вот разделительная штука загладить без включения смут можно с помощью нажать shift и в принципе работает вот этот смут сглаживание вот так что еще теперь давайте посмотрим как маска снимается прибавим кепи чуть побольше и вот эту часть вот так вот натягом чуть-чуть сюда вот подтянем и вот так вот и загнем потом можно будет уже здесь вдавить что-то нанести ну в принципе вот такое должно получаться так так вот эту кепку она у него острая и опускаем чуть ниже вот это все до ушей вот как у него здесь есть так и вот здесь чуть-чуть давайте примнем вот такое что-то будет маска снимается у нас control нажимаем и левая кнопка мыши просто проводим по рабочей зоне так что еще нажимаем теперь смут ну так все это сглаживаем вот вы видите сетка поправляется если вы лепите и у вас полигоны стали зашкаливать начало там что-то вот глючить еще что-то подвисать модель вот это клавиша убирает все полигоны с больших вот когда вы вот это W включите вот у вас высечиваются полигоны вы видите что здесь больше полигоны где вы рисуете где вытягиваете они там бывают поменьше где нет деталей и когда вы нажимаете вот на сабдивайды вот эти они уменьшают полигоны с больших и типа делают их однообразными с меньших никогда не уменьшают если вы хотите где-то в одном месте убрать полигоны где-то многовато а в других местах вас устраивает вы просто жмете вот это на радис и вот так вот потихоньку нажимаете опять же она с больших полигонов убирает и модель становится мягкая вот так вот вот вы видите она стала мягче хорошая стала такая на вид вот тут все сравниваем выглаживанием и вот теперь поработаем флаттеном вот так вот чуть сделаем отключим уголок план здесь вот можете сайс ставить стринг это вот вы потом поработаете кому как удобно будет кому понравится подкорректируйтесь и вот так потихонечку где-то вы вытягиваете вот здесь вот интенсивность ставится детализации вот вы видите вот так вот углубляем шею здесь выравниваем кепку в этой части побольше вот так и вот этот край вот так чуть смягчаем вытянуть можно вот так все это так подкорректируем теперь нос вот так и сделаем вот эту часть вот скулу опять же делать ее можно как можно поставить флаттен и нажать просто вот эту инверсию и получится у вас вот такая вещь детали будут оставаться а вокруг них будет углубляться потом вы это опять же выглаживаете и в принципе у вас получается что-то вот такое здесь можно опять смягчить здесь можно тоже прибрать часть так что у нас с челюстью когда вот челюсть вовнутрь чуть скошена выравниваете где-то вот так вот ставите модель и чтобы подкосиной ее гладить тогда будет она вы видите наискось уходить если вы начнете так как-то ее пытаться не получится так что крутите модель вертите ее под разными углами тогда она будет вот так вот выглядеть здесь тоже не забывайте выглаживать шею в принципе вот такая получается болванка без деталей работаете небольшим количеством кистей вам все это хватает здесь можно кому удобно вот так вот ставить цветовую гамму можно сделать свою есть по этому уроку видео в принципе ничего тут такого сложного и вот эту уже модель вот эту модель можно использовать The Brush чисто как даже болванку и там уже ее дорабатывать можно сделать здесь уже конкретно здесь идут сохранения в формате импорт и сохранение общ вот это экспорт это импорт здесь идет сохранение в формате скульптрис здесь идет план для барельефов а вот этот гос это сразу импортирует модель вот эту в The Brush и можно работать сразу и в The Brush и сюда ее импортировать оттуда сюда и кидать туда сюда короче чтобы не сохранять и не тратить время на как ее называют на импорт потом что тут еще есть так это у нас прибавляет объем смотрите как это тоже в видео есть и тянете на себя и вот он вот так вот уменьшает однообразно объем и прибавляет потом здесь идет выкручивание вот вы можете вот так ее подкорректировать чуть-чуть допустим челюсть приподнять вот так вот так если вы ее поставите чуть косиной нужно челюсть вот она найдет ее сама так вот оп нашла и вот так она ставит вот у нас челюсть задранная здесь нам нужно добавить теперь массу вот здесь вытянуть все вот так вот и чуть вниз ее так здесь у нас приподнято нос чуть потолще оформяем нос тоже вот так вот раз рисуйте не бойтесь когда вы так вот рисуете потом все это вы сгладите нос у нас чуть квадратный здесь мы так можем выгладить и вот так нарисовать нос просто отделить его а здесь потом прибрать также можно его чуть-чуть вот так подвести здесь чуть сделать потоньше ну в принципе вот такой процесс создания модели ничего такого хитрого тут нет все очень просто когда вы здесь научитесь делать барельеф бюст тогда уже можно переходить на зебраш и вот эти бюсты использовать уже делать конкретно модели полностью с телом с детализацией и так далее я многие модели здесь вот так вот делаю а уже дорабатываю потому что ну мне очень нравится работать с этой программой все мягенько очень быстро получается на лишнее что-то не отвлекаясь с словом рекомендую пробуйте тренируйтесь вот так все это выглядит вот в этом окне можно использовать текстуры которые вы будете использовать для модели любую текстуру находите и ее загружаете можно даже персонажа все на эту нажимаете значок на этот и все вот вы теперь будете делать и она будет здесь отпечатываться если вы здесь нажмете включите так будете просто наносить так вот вы видите что она наносится вот так в принципе все что хотел показать процесс очень простой дополнительно здесь ничего такого нет вот это вытягивает тоже вот вы делаете когда вот она сплющивает и также вот если инверцию ставить она прибавляет W это просматривать полигоны вот этот значок редук блюз это вы его включаете когда вот с этими работаете и все в принципе paint здесь уже раскраска опции картинка регулировка перьев детализация интенсивность размер например ничего тут такого сложного нет turn table это просмотр модели так вроде вертится на каком-то постаменте чтобы видеть его вот так когда глаз замыленный просто посмотреть как это все выглядит расслабиться и просто смотреть на это все а потом доделывать где-то что-то уловите все всем пока до свидания надеюсь урок вам пригодится все пока что